11 апреля в стенах Казанского университета прошла игра «Что, где, когда» — одно из самых увлекательных интеллектуальных состязаний. Студенты самых разных институтов вуза собрались в одном месте для единственно важной цели — определить лучших игроков. Учащиеся продемонстрировали свои знания, навыки анализа и способности к логическому мышлению. Спортивная версия популярной интеллектуальной игры «Что, где, когда» прошла в актовом зале Института управления экономики и финансов. В турнире приняли участие как опытные команды, так и новички, которые только знакомятся с миром интеллектуальных игр. Что никогда из себя представляет интеллектуальную игру, в которой ребята соревнуются в рудисы, показывают уровень своего IQ коллективного. Вообще диапазон вопросов, именно круглозор вопросов, он обширен, вплоть, ну, точнее, от какой-нибудь филологии до географии, физики и всего остального. То есть охватывает широкий спектр наук. И, в принципе, мы думаем, что ребятам из разных институтов зайдут вопросы. Игра состояла из трех туров, в каждом из которых участники отвечали на 12 вопросов. Перед началом интеллектуального соревнования модераторы, представители брейн-клуба КФУ и команда Степи напомнили правила. После объявления вопроса давалась минута на размышления. Свои ответы участники должны были записать на бланках. Пользоваться различными источниками информации было запрещено. В случае нарушения результаты были бы аннулированы. За порядком проведения и за сбор ответов участников отвечали студенты-волонтеры. Ласково их называют «ласточками». Участвую уже третий год подряд. Третий год в «Что, где, когда». Прикольно, нравится. Не волнуюсь и не готовился. Мы просто собрали команду, которая знает все обо всем. И поэтому какой смысл волноваться, к чему готовиться, тоже непонятно. Игроки показали великолепное командное взаимодействие. Умение слушать друг друга, доверять и принимать совместные решения было на высшем уровне. Заключительный этап игры «Что, где, когда» оказался настоящим шоу. Участники с напряжением и трепетом отвечали на последний вопрос. И каждая команда стремилась к победе. В конечном итоге победителем стала сборная Химического института. Призеров и участников наградили подарками и дипломами. Отметим, что организаторами игры выступили Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания ВУЗа. Союз студентов, аспирантов и брейн-клуб Казанского федерального университета. Дарья Артамонова, Резида Каримова, Николай Суховский, Универт Новости.